Да, не обошлось без пропущенных ударов. Не получилось у медиков подремать в углу. И синяки у некоторых были ярче добытых здесь медалей. Более 1300 спортсменов из 53 регионов страны. Босые ноги еще как-то смотрятся из-под их кимоно. Но судьи, судьи в белых рубашках, классических брюках, при галстуках, бабочках и босиком. Подумать только! Впрочем, перестаем шутить насчет возможного когнитивного диссонанса и стресса у мужчины, изнеженного гламуром и всяким камильфо. Ведь наш сюжет про мужчин сильных и закаленных. Во многих тренировках и в боях, вроде этих боев. И еще сюжет про таких же девушек, ведь первенство страны по всей стилевому карате собрало очень и очень многих. В разных возрастных, от 12 до 17 лет и весовых категориях. Несколько дней на шести татами бойцы помогали судьям определить, кто же на Руси самые достойные каратисты. Это важно. Соревнования являются отборочными на первенство и первый чемпионат мира, что пройдут в ноябре. Осенью город Москва – спортивный комплекс ЦСКА. Поэтому конкуренция очень высока зашкаливает. И все пытаются стремяться попасть в сборную. Итак, организаторы Министерства спорта и Федерации всей стилевого карате России. Цели и задачи мероприятия – выявление сильнейших, повышение мастерства участников и популяризация спорта. Эти самые участники соревновались в исполнении ката, то есть в демонстрации техники и в поединках. В Орле мы встречаем второй раз такое первенство. И очень приятно нашим спортсменам, всем приезжающим из регионов, по логистике, по организации им очень нравится в Орле. Мне особенно нравится «Точка». Она собирает центральный, федеральный, южный, северо-кавказ, северо-запад. Очень хорошо съезжаться. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Москвы. На втором месте команда Московской области. Третье место у сборной Ивановской области. Лично же были награждены многие в каждой категории. Кстати, кроме медалей и дипломов победители получили разряд кандидат в мастера спорта. Но уделим внимание и проигравшим. Как сказал в одном из интервью главный судья этих соревнований, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габасов, у проигравших свой приз. Ведь противнику нужно быть благодарным за то, что он показал – ты еще не достиг мастерства. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.